Глава Люберец Владимир Ружицкий взял на личный контроль строительство тротуара в жилом комплексе Коренёвский форт. Он выехал на место, чтобы посмотреть, как идут работы, насколько качественно подрядчик выполняет свои обязательства и довольны ли жители района. Жилищный кооператив Коренёвский форт на карте Люберец появился пять лет назад. Малоэтажная застройка, рядом лесополоса. И всё вроде бы хорошо, но одно неудобство значительно осложняло жизнь местных жителей. Вдоль автомобильной дороги не было тротуара. А значит, пешеходы рисковали жизнью. Движение здесь активное, а пройти больше негде. Застройщик по факту обещал многое сделать, но реализовал не всё, что было обещано. Именно строительство пешеходной дорожки и осталось пустым обещанием. Жители просили у застройщика, жаловались в управляющую компанию. А этим летом написали обращение в администрацию Люберец. Не прошло и месяца, как строительство долгожданного тротуара началось. Вы тут проживаете, да? Да, я житель. Вот вы мне скажите, они тут делают правильно или что? Правильно, очень молодцы, быстро. Ребята хорошо работают. Вообще не вижу, чтобы сидели на месте. Не прошло и шести лет, как нам сделали дорожку пешеходную. Рады? Рады, конечно. И машины едут, и люди идут. Это очень опасно, поэтому нужна она была давно уже здесь. Постоянно была у нас проблема с плохими дорогами, особенно если передвигаться на электрическом транспорте. Была целая проблема попасть в яму. Но сейчас хочу сказать большое спасибо, что проложили хорошую дорогу нам. Можно сказать, гладенькое, как стекло. Теперь ездить и передвигаться одно удовольствие. Длина новой пешеходной дорожки – 540 метров. Дорожники обещают завершить работу уже на этой неделе. Дают гарантию – три года. Глава увиденным остался доволен. По качеству работ претензий нет. Мы в этом году планировали 43 дороги. Уже 40 сделано, и мы к 1 сентября все завершим. Мы планируем 18 тротуаров, и сделано уже порядка 10. Ремонт и строительство дорог и тротуаров идет по плану. Подвел итог Владимир Ружицкий. Восстановление всех участков специалисты дорожных организаций должны завершить до 1 сентября. Виталия Куликова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.